Всем привет, с вами Вэб, и мне не часто снятся кошмары. А когда снятся, то я обычно просто не обращаю на них внимания. Ну, дескать, приснился и приснился мне какой-то рогатый чёрт, да и хуй бы с ним. Впрочем, не каждый человек может похвастаться таким прокачанным уровнем похуизма. Для некоторых людей кошмары становятся реальной проблемой. Вот, например, есть такой ютуб-канал, под говорящим названием «Неспящий». Концепция более чем интересная. Парень ходит ночью с камерой по улицам и рассказывает свои кошмарные сны. Ничего такого я ещё не видел ни на ютубе, ни на рутубе, ни даже на порнхабе. Поэтому я просто обязан, обязан сделать новый выпуск «Тёмной стороны ютуба». Поэтому да, мы начинаем. Всё началось 5 июля 2018 года. Именно тогда на канал было залито первое видео под названием «Эпизод 1. Рыжий». В нём автор рассказывает о своих проблемах со сном и делится своим страшным кошмаром, который являлся к нему в детстве. Мне было 7, когда он появился. Этот ламповый сон с детства рядом с нашей школой стоял одна девятиэтажка, которая была в форме буклы Гэй. В ней жили почти все мои друзья по школе, и мы часто собирались, чтобы заняться своими детскими делами. Я так часто там пропадал, что она даже мне начала сниться. Это место. Напротив дома стоял пустырь. Наверное, уже сейчас там построили какой-нибудь ТЦ. Не знаю. Он пришёл оттуда. Просто появился в одном из снов мальчик. Почти наш ровесник, может. Помладше. Рыжие волосы. Какая-то серая майка с трениками. Он приходил на площадку и стоял в стороне, наблюдая за нашей компанией. В общем, это был обычный сон. Я, мои друзья. Но потом я начал замечать, что мальчик, пришедший с пустыря, он всё время приближается к нам. Постепенно я видел, что мои школьные друзья начали тускнеть и становились более прозрачными. И тогда я разглядел, в чём его странность. Он был без рук. Точнее, они были, но походили на какие-то обрубки. Не отрезанные. Не оторванные. Это было стрёмно. Он ещё смотрел только на меня. Это было страшно. Он будто почувствовал это и не спеша подходил ко мне. Отчего я тут же проснулся? Это был первый случай, когда он как-то взаимодействовал со мной. После этого сна долго не отпускало неприятное негативное чувство. Страх, смешанный с чем-то ещё. Потом рассказчик вместе с родителями переехал в другой город. Новокузнецк. Сейчас он там и проживает, кстати. После чего этот кошмар его оставляет. На некоторое время. Спустя два года Рыжий снова посещает его во сне. Но на этот раз он заметно подрос, набрал сил и был готов атаковать неспящего в полную силу. Но герой, как оказалось, просто так сдаваться монстру не намерен. И уже в конце первого видео он говорит, что он нашёл решение. И с таким вот крутым заделом на продолжение ролик заканчивается. Второе видео открывается довольно оригинальной фразой. Пока мои сверстники искали порнуху в интернете, я искал как бороться с кошмарами. Интересно, а может неспящему тоже следовало последовать примеру своих сверстников, и все проблемы потом отступили бы сами собой? Вот уж не знаю. Так или иначе, второе видео немного сбавляет темп. Вначале автор рассказывает довольно очевидные, ну, для меня это было так, по крайней мере, вещи об осознанных снах. Дескать, чтобы вызвать осознанный сон, нужно делать гипервентиляцию лёгких и так далее, но знаете, даже я, человек далёкий от осов, это знал. Поэтому, с вашего позволения, всю эту скокотищу я промотаю. Но вы всегда сможете посмотреть все видео неспящего полностью. Ссылку на канал я оставлю в описании. Поэтому давайте прямо сейчас перейдём к экшену. Противостояние неспящего и рыжего тем временем продолжается, на этот раз в осознанном сне. Герой решает взять ситуацию под свой контроль. Населяет сон своими бывшими одноклассниками, правда, как он сам признаётся потом, они были не более чем безвольными болванчиками, и пытается бороться со своим врагом по мере сил. Исперевшись, что я всего лишь слепил неподвижных болванчиков с лицами и голосами моих одноклассников, я пошёл в тот подъезд, в который меня вечно ловит рыжий. К слову, железная дверь в подъезд была выдернута, и сколько я ни пытался её установить в своей голове, у меня не уходило. Я пожелал кусок ДСП в дверной проход, и обернулся, обнаружил его возле лестницы. Поднял и приложил к проходу. Так, надо чем-то закрепить. Справа появилось ведро с гвоздями и молоток. Я начал работать. Тук-тук-тук. Всё? Проблема решена? Да, забитая гвоздями в бетон фанера, тогда моей фантазии хватило только на это. Я ждал результата моего труда. Фанеру я поставил криво, поэтому над порогом был неплохой такой зазор с сантиметров пятнадцати. Я сел на ступеньки и ждал его прохода. Вскоре он подошёл. Я понял по тени и тяжёлым дыханием, будто он бежал. Бежал и искал меня по всему двору. Он очень долго стоял, что я даже, смотря на тень, которую он отбрасывает, начал дремать во сне. Но мне не удалось, так как он начал шкряпать по поверхности фанеры своими... Боже, ампутированными конечностями. Так вот, шкряп. Шкряп. Будто кот без когтей. И без лап. С минуту пошкрябов он издал какой-то звук, похожий на смешок, только картаный. И... Резко убежал от двери. Мне не было смысла тоже сидеть, так как в подъезде, посмотрев правил между этажами, я не увидел последнего этажа. Закрываться в подъезде, как мышь, это не такое решение за годы кошмара. Он всё равно есть. Он даже смеётся надо мной. Типа, ну и сиди там за доской. Я всё равно здесь. Хотя мне казалось, что я сидел там до вечера, но из-за порога всё так же ярко пробивало солнце. Я рискнул, вылез через зазор. Мы, ребята, всё так же стояли, смотря каждый кто куда. Полнейшая тишина и зной. Став и пройдя мимо них, я, не знаю зачем, сказал, что это всё сон, а они плод моего воображения. Но они же улыбнулись и резко повернулись с лицом на меня. Мы знаем, хором ответили они. Тут я и проснулся. В третьем видео неспящий решает сменить декорации и создаёт у себя во сне фэнтези-вселенную по типу Варкрафта, где он был богом и по совместительству главой одного из поселений, созданного им же. Таким образом, он решил бежать от рыжего и забыть тот кошмар, но вы ведь без меня догадываетесь, что успехом этого попытка не закончилась. Да, вы же его настиг и тут. С выданным факелом в руке я обходил домики, в них парил свет. Жители моего сна не спали и, может, готовились ко сну. Встречающихся на пути всяких разных персонажей я звал идти домой, так как уже темно и я помню, как наткнулся на одно скорчившееся тело. Я его окликнул, в ответ мне что-то пробурчали или слышно. Затем оно обворачивается на свет своими широкими, открытыми и до жути знакомыми глазами и произносит таким вкрачиваемым голосом как будто насмешливым. Ты ожидал, что больше не встретишь меня? От неожиданности я уронил факел на траву и огненная полоса от этого факела понеслась к ближе к стоящему дому. Дома были сделаны из сруглов, такие со соломенной крышей. Дом вспыхнул махом, а затем и другой, и следующий. И все произошло так быстро, и все дома начали гореть. Но я не слышал никаких криков, я слышал только треск огня, который окружил меня повсюду. Практически на четвереньках, полуприседе, он подходил ко мне. Я снова столкнулся с этим, знаете, с таким слипким страхом. Я не знаю, как он меня нашел, я совсем уже забыл по нему. Он словно рецидив, рыжий нестит меня в собственном осознанном сне. Он встал передо мной, черт, он... Я же придумал сам свой собственный сон. Блядь, он появился в нем сам и стал еще больше жуткий. Сначала я пробовал убежать, но он повсюду догонял и перегораживал мне путь, там, где не перегораживал огонь, естественно. Пару раз мы пытались его ударить, я понимал, что ни при каких условиях и не могу победить в честном бою, бы я был ниже перед ним. А, он был... Он стал еще больше... Его обрубки выросли и уже походили на почти нормальные такие человеческие руки, правда, до запястья. Но внезапно, как в кино, когда он прыгнул на меня со своей оскаленной пастью. Я знал, что это был... Это был такой финальный прыжок смерти, то есть он умелевался покончить со мной с таким уже испуганным и неспособным никак ответить. Я собрал оставшиеся силы. Я сказал себе, чувак, это все же сон. И каким-то ловким движением я избежал этого прыжка, так что он угодил, попал прямо в пламя, он громко взвыл и просто умчался прочь. Я не знал, победа это была или нет, но я тут еще проснуться. Мне нужно было проснуться. Да, это была относительная победа, но заключения неспрячего на этом не закончились. После сна его неплохо так ебнул сонный паралич. А после этого началась традиционно полнейшая наркомания. Тогда в моей комнате напротив кровати висела мишень для дарца. И когда я открыл глаза, и у меня вот начались эти проблемы с дыханием, я увидел в очертании круга какое-то лицо. Детали я не запомнил, но его сложно было назвать человеческим. Два больших белых глаза посередине вот этих черно-белых секторов и безгубый рот, который при свете луны и обнажил эдакий ряд зубов. Я понял, я понял, что глаза смотрели на меня. Рот вытянулся в такой улыбке и потом словно не знаю, в слуну этот рот произнес пожалуйста подожди. Стоп, вы тоже это видели, ведь да? На 8 минуте и 19 секунде неспящий запрятал вот этот вот шифр. Сначала я подумал, будто передо мной символы Юникода, но потом они подсказали спасибо Сенаток, что каждый из символов как бы противоречит по смыслу последующему. И знаете, что-то в этом есть. В трубку нельзя вставить дискету, ключом нельзя открыть кодовый замок, ветер разгоняет облака, а с телефона нельзя позвонить на факс. То есть, эта загадка явно указывает на какое-то противоречие. Возможно, даже в самом рассказе неспящего, но на какое? И зачем ему же указывать на собственные недоработки и ошибки? Он что, допустил их специально? Но зачем? Возможно, чтобы привлечь к тебе внимание? В следующем видео неспящий ставит перед собой глобальную цель воссоздать восьмый город, в котором он живет сейчас, Новокузнецк. И сделать он это решает не просто так. По его словам, удерживать во снах какие-то абстрактные миры не так уж и просто. Сказано, сделано, и вот уже он ходит по какому-то совковому городу Н. Очень неприятное место, знаете ли, как он его описывает? При этом, неспящий видел, что на его улицах проходит некий протест. Хайм Глаза в толпе он заметил лежащее на земле тело, на которое никто не обращал внимания. Над ним ковыгался некто. Некто с рыжим затылком. Ну вы, в общем, поняли, да? Рыжий ни при каких условиях не хотел оставлять неспящего. Он преследовал его, следуя за ним по пятам в его снах. Под конец видео неспящий упоминает дневник снов, который он вел шесть лет назад и задает зрителю риторический вопрос. О, кстати, хотите, я вам ее покажу? И ведь не обманул. Следующее видео пугает своей солнечностью и жизнерадостностью. После темных улиц такая резкая смена декораций воспринимается как минимум странно. Но не меньше пугают здоровенные намалеванные круги под глазами неспящего. На карте он показывает места появления рыжего в городе его снов, место обитания людей с кошачьими головами, во снах всякой хуй там может привидеться, так что не удивляйтесь и все такое прочее. В целом, все самое интересное в этом видео скрыто в субтитрах. Давайте я включу их на ютубе Я не мог попасть в другие районы. Во-первых, я там не был толком. А во-вторых, возможно, было попасть во сне. Другие мосты были перекрыты словно в какой-нибудь китай. Я все эти эпизоды предыдущие рассказывал, что было со мной, но не рассказывал, что сейчас. Неделю назад я полностью проебал следы. Вот был вторник, а вот уже четверг. И при этом была рабочая неделя, и сотрудники вели себя, как обычно. Никто не спрашивал, где я был, за счет ли я тоже ничего не брал, значит, на работе я был. Я не мог вспомнить из этого дня абсолютно ничего. Ни что я ел, ни как я вставал утром. Ни как я делал свою работу, ни с кем я не разговаривал, вообще ничего. Я не пью, ну разве только, стакан пива могу. Наркотиками не балую. Вот и хозяй, что было. Мне кажется, они начали действовать на меня. Конец пятой записи. Залга шрифты прямиком из лампового 2010-го, какие-то странные фразы на монгольском языке. В общем, не нужно обладать развитым детективным методом мышления, чтобы понять, нас где-то наебывают. Слишком уж все эти моменты постановочно выглядят, не знаю. Если бы человек действительно хотел, чтобы ему поверили, поддержали, а он, думается, рассчитывал именно на это, когда создавал блог, то избегал бы подобных монтажных склейк и прочего баловства. Впрочем, дальше будет только хуже. Я, если что, предупредил. В шестом эпизоде неспящий пересказывает пять снов, которые приснились ему за одну ночь. Я не могу сказать, что все они очень важны для понимания сюжета, даже наоборот. Они скорее сбивают всю динамику повествования, поэтому это видео мы, пожалуй, пропустим. Все эти сны фактически не имеют никакого отношения к основной сюжетной линии, а именно к противостоянию неспящего и рыжего. Поэтому перейдем сразу к седьмому эпизоду. В нем к герою наконец-то приходит тот самый рыжий, да и тот только во втором сне. У него наконец-то отрасли руки и теперь он был готов атаковать героя в полную силу. На этот раз я просыпаюсь в старой квартире до нашего переезда в другой город. Я вижу каких-то простарелых мужчин и женщин и почему-то воспринимавшись во сне как мои предки. Ладно, я прохожу на кухню и вижу, как на кухонном уголке сидит рыжий. У него причем реально вытянулись руки и они были настолько непропорциональны, что он просто двигал и задевался на кухне. Мои как бы родители крикнули из зала, что типа не беспокойся, это Барсик хулиганит. Был у нас такой кот, царство ему небесное. Рыжий же обрадовавшийся нашей встречи начал подниматься попутно все сносит со стола и со стен. Я выбежал в коридор, а он все приговаривал на кухне. Ну иди сюда, ну чего ты. Он попытался выбраться с кухней за своими лапами. Они такие были как у паучка-сенокосца. Во сне прям ощущал как от происходящего будто бы аж волосы дымом стоят. Ну жуть просто. Я бегу к предкам, чтобы они как-нибудь помогли мне в этой ситуации. Батя с невозмутимым видом идет к балкону, чтобы покурить, не обращая внимания на вот эту ужасную тварь, которая у нас вырезала из коридора. И балкон. Точно. Балкон. У меня пришла идея. Рыжий уже залез все так же задевая своими вот этими длинными пучами, лапами, сервантом, картин на стенах и голову моей как бы матери. Я такими маневрами перекатываюсь от него в зал, чтобы Рыжий находился спиной напротив открытого балкона, где курил мой псевдоотец. И затем бегу на кошмар моего детства, толкая и обхватываю его за вот это вот кослево тельце, и ты ожидаешь тот скрипящий свист в голове. А еще под конец видео опять появляются символы, только на этот раз их больше. Экспериментальным путем мне удалось выяснить, что их фактически можно встретить где угодно, и автор их понадергал просто отовсюду. Возможно, все это какой-то шифр? Скорее всего. Дело в том, что не спящие в этом видео разделяют все свои сны такими небольшими вставками со звуком и в каждой из них есть цифра. Причем эти цифры идут не по порядку. Я посмотрел все видео внимательно от начала и до конца, чтобы забрать их все. Вот что получилось. Вероятно, это и есть ключ к разгадке этого шифра, где первая цифра обозначает номер строки, а вторая непосредственно символ в этой строке. Итого, получаем знак ноу-паркинг, заколоченный дом, петля, академическая шапочка и птица якалина из семейства овсянковых. Надеюсь, правильно произнес. Если что, не бейте, я не огнитолог. Я пытался сложить из всего этого какое-нибудь внятное слово на английском языке, но ничего не получилось. В общем, пишите свои догадки в комменты, будем разбираться вместе. И вот, восьмое и последнее видео на сегодняшний день на канале. В нем не спящий внезапно вместо улиц Новокузнецка пускает фоном геймплей из Сталкера. Впрочем, такой странной перестановки не спящий даст объяснение в конце видео. Пока же он пересказывает еще один свой сон. Я помню обстановку в комнате в том сне где меня убили. Классическая мебель на столе глобус за столом ими. Ну, все одеты в деловую одежду. Ну, вся странность этого сна они разговаривали на каком-то научном языке и очень складно. То есть, это не обрывки какого-то бреда, а прям серьезный диалог. И вся фишка в том, что я не знаю этих слов и даже не понимаю, о чем они говорят. Но сижу и киваю от случая к случаю. Ходят официанты и убирают посуду у нас из-под носа. Вдруг одного из присутствующих за столом начинается мандраж. Он начинает трястись и превращается в какую-то дичь. Я в спешке соображаю себе нож нож в кармане. Да, вы, конечно, скажете, что я понимаю, что это все сон. У меня есть опыт в осах и что я могу перенестись куда угодно, получить силу бога и тому подобное. Я всего лишь представляю ножич в кармане. Все не так просто. он потянул ко мне свою гнилую когтистую лапу и я нож достал и вот так прям парикер он завыл. В комнате началась суматоха, все бегают и прочитают, что нас раскрыли. В следующем кадре я уже выхожу в коридор дома и вижу перед собой очень красивую девушку в черном и красном с необычным узором. Такой корсет. Она проживает меня к себе и говорит, что она от моего знакомого и спрошу согласен ли я. Дает мне стакан какой-то красный из сметлой жидкости и говорит выпить. Я не отпускаю ее, выпиваю на вкус довольно сладко. После этого перед глазами красная рябящая пелена и я начинаю видеть цифры и буквы над головами людей. Чтобы выматываться и не видеть сны, я работал на стройках. Есть запись практики на стройке помощник мастера. Конечно, я пыль и плова с таджиками не ел, армировал и считал объемы, но после тяжелых работ у меня только появилась бессонница. Я не мог уснуть и дело даже не в том, что Ведьмыка еще не прошел, а странное возбуждение в голове не давало мне уснуть. Чем тяжелее нагрузка, тем дольше продлевался возбуждающий эффект. Мне часто снились коридоры школы, поэтому точно знаю, это был третий этаж. Я иду, там разруха, в туалете мерзости, грязь, быстро идут по коридорам, бегут дети. В окнах видно, что по райончику просачивались такие здоровые череви бурищики и уничтожали дома рядом. Ну, просто все, перекопали, их было двое, и они двигались, они змейкой рядом. Один выныривал, другой уходил под землю. Меня заталкивают в какой-то темный кабинет, дверь закрывается со словами попался, посиди там. И тоже слышно, что в коридоре ни души, ни звука. А затем, а затем я слышу, как издалека бежит огромная толпа и начинает клошмасить мою дверь. Множество ударов по всей поверхности просто. Я смотрю комнату, в ней как будто сделали ремонт. Бежевые стены, оранжевые или розовые, не помню, узорчики, сердечки, приду в конце комнаты окно. А вот слева от окна небольшая качелька, на которой сидит маленькая светловолосая девочка с ярко-голубыми глазами в белом платьице. Какой-то тип, по всей видимости ее батя, стоит лицом ко мне по стойке смирно и качает мелкую, глядя в стену мимо меня. Мелкая тоже не обращает внимания, смеется, смотрит стену. Я подошел к окну и ебанул в него кабины вперед. Упал, отряхнулся, сверху слышу, как дверь кабинета вынесли, и в окно на меня высунулись множество голов с белыми и пустыми лицами. Бегу на вокзал и сажусь на первый попавшийся поезд. Я ехал, смотрел в окошко на одной станции поселка идул поёб и начал мне показывать на планшете фоточки. Вот моя тяня, вот я на даче. Я кивал и думал блять, когда же ты от меня отъебешься. Потом пошел в вагон ресторан. Тут пассажиры начали что-то орать, бросаться на меня. Я бегу в первый вагон поезда и вдруг начинает просто пиздец как трясти. Я иду к мишеницу спрашиваю что за хуйя он мне заявляет я хочу с рельса идти они мне мешают. Я на ходу спрыгиваю с этого идиотского рейса и отправляюсь пешком по рельсам пешком по туннелю. Поворачиваю на развилках не знаю чего ищу. Последние минуты сна это очередной отрезок между туннелями и с одной стороны был мелкий такой лесок. Там стоял рыжий он стоял и сказал мне что хватит уже бояться подойди сюда. Я изменил его и изменился сам. Я думаю что он превратился тощий и с цлинными почерневшими огублями вместо рук. Он уже напоминал мне просто шалкий кошмар. Я достал ножка из кармана и решил покончить с этим. Думаю ему уже самому надоело он уже не вызвал мне липкого страха и страха вообще. Я просто сейчас убью его и все. Но стоило мне переступить рельсы как сами туннели начали сближаться. Я видел как туннели надвигались с двух сторон на меня на меня из них на меня смотрели те безликие рожи. Становится холодно и я понимаю что начинаю примерзать к рельсам и один столпы убивает меня каким-то мечом с изогнутой рукояткой какие бывают у зонтиков. Наносят колющие удары в грудь в бок в шею вижу как истекаю кровью и стою они вокруг тоже стоят и хлопают почему-то аплодируют и последнее что я видел как рыжий скрывается в деревьях на этом сон обрывается потом неспящий рассказывает что ему даже стало физически больно когда его убили в осознанном сне и что возможно он уже второй раз такую смерть свою фейковую не переживет но это не самое интересное в его видео под конец он показывает видеофрагмент из-за которого он перестал выходить ночью на улицу собственно вот он сейчас вы увидите тот отрезок из-за которого я больше не выходил снимать по ночам да возможно вам покажется что я сумасшедший и мне все показалось или возможно вы вообще ничего не увидите говорит что она от моего знакомого и спрашивает согласен ли я дает на стакан какой-то красный светлой жидкости и говорит выпить я не отпуская ее убивая на вкус довольно сладкая и после этого при глазами красная чёрт этот фрагмент видео я кстати специально очень сильно осветлил чтобы вы все увидели ну тут как водится два френта или рыжий преследует не спящего не только во снах но уже и в реальности нашей реальности или же не спящий владеет неплохо так навыками монтажа но зачем зачем ему это все давайте на минутку предположим что все это по-настоящему зачем тогда не спящий вбрасывает такую толстоту ответ может быть один привлечь к себе внимание это логично кому будет интересно как чувак в своем мухосранске ходит и записывает свои разговоры в пустоту нет нужен экшен экшен больше экшена но мое мнение конечно однозначно это очередной веб-сериал что-то типа знаете российской луизы пекст повествование конечно хромает из-за множества сюжетных линий и снов лишних снов ну откровенно лишних и под конец ты уже не понимаешь что где куда и почему и я постарался оставить все самое главное в рассказе не спящего дабы вы все поняли ну а если вы ничего не поняли то так и напишите в комменты веб ты долбоеб так или иначе будем глядеть к чему все это приведет очень хочется надеяться что это не последнее видео на канале не спящего ну а пока не спящий в поте лица трудится над новым видео и готовится вложить его на канал я хочу попросить тебя поставить лайк рассказать об этом не только видео с вами друзьям и подписаться на канал ну а с вами как всегда был веб всем до скорых встреч на простого дипнета и обычного интернета пока субтитры